Дэвид Бернс. Новая терапия тревоги, депрессии и настроения. Без таблеток. Революционный метод. Читает Матвеев Витовский Филипп. Вступление. Тогда и сейчас. Когда мы жили в Филадельфии, нам с женой понадобилось сделать дома ремонт. Он продлился пару недель. В последний день Фрэнк, наш плотник, заканчивал кое-какую работу у входной двери. Проходя мимо него, я заметил, что он выглядит расстроенным. Тогда я сказал Фрэнку, что мы с женой в восторге от того, как он потрудился над нашим домом, сделав его еще красивее, и нам грустно прощаться. Фрэнк поблагодарил меня и поинтересовался, можно ли задать мне вопрос. Он слышал, что я психиатр, но не хотел показаться навязчивым. Я ответил, что с радостью помогу, если смогу. Фрэнк рассказал, что чувствует себя подавленным, и спросил, не разбираюсь ли я в депрессии и не могу ли посоветовать какое-нибудь лекарство. Я не мог ему не помочь, ведь он так трудился для нас, и поэтому я рассказал Фрэнку, что депрессивные переживания — это часто результат нашего мышления. И поинтересовался, не замечал ли Фрэнк в последнее время, что перепады настроения сопровождаются дурными мыслями, о чем он думал, что говорил самому себе. Фрэнк ответил, что много думал о старении. Говорил себе, что его тело скоро перестанет справляться с прежним ритмом, и боялся, что тогда ему не хватит денег, чтобы обеспечивать себя и жену на пенсии. После окончания школы он занимался только плотницким делом. Теперь, когда ему было за 60, он вдруг осознал, что за жизнь так и не сделал ничего значимого. Казалось, Фрэнк вот-вот расплачется. Я посочувствовал ему, а потом предложил ему попробовать применить так называемую технику двойных стандартов, которая, как мне показалось, может ему помочь. К слову, большинство из нас неосознанно пользуются этой техникой. Когда мы расстроены или не можем добиться своей цели, мы склонны ругать себя и подвергать жесткой критике. Но если бы подобные проблемы были у близкого друга, то мы отнеслись бы к нему с гораздо большим состраданием и поддержкой. Техника заключается в том, что нужно осознать этот факт, а затем спросить себя, готов ли я поговорить с самим собой с тем же состраданием и поддержкой, какую оказал бы близкому другу. Не все методы подходят всем, но этот обычно эффективен для всех, кто его применяет. Я попросил Фрэнка представить, что он говорит с близким другом, который очень похож на него, как его клон или потерянный в детстве брат-близнец. Этот воображаемый друг тоже был плотником и теперь вот-вот должен выйти на пенсию. И он тоже с самой школы занимался только плотницким делом. Я спросил Фрэнка, что бы он сказал такому собеседнику, если бы тот признался, что чувствует себя так же подавленно, как сам Фрэнк. Сказал бы он своему другу следующее. Да, ты стареешь. Твое тело начинает тебя подводить. И если ты выйдешь на пенсию, у тебя закончатся деньги, и ты не сможешь обеспечивать жену и семью. За всю жизнь ты так и не сделал ничего значимого. Сначала Фрэнк меня не понял. Он подтвердил, что так и сказал бы другу, потому что это правда. Я сказал, ладно, давай убедимся, что понимаем друг друга. Представим, что я твой друг. Меня зовут Дэвид, но в остальном я точно такой же, как ты. Я тоже плотник, и моя жизнь полностью совпадает с твоей. Скажи мне все это, что я старею, что тело начинает меня подводить, что моя жизнь была бессмысленна и так далее. Фрэнк задумался и замолчал секунд на десять, а потом ответил, «Док, я не уверен, что другу можно такое говорить». Я спросил, «Почему?» Фрэнк объяснил, что было бы жестоко так унижать друга, к которому он хорошо относится, и что все эти утверждения кажутся ему недостаточно справедливыми, а то и вовсе неверными. Я спросил Фрэнка, что бы он сказал Дэвиду своему другу. Фрэнк ответил, «Несмотря на то, что ты стареешь, ты все еще можешь выполнять прекрасную работу. Даже если сократишь нагрузку, и, по правде говоря, ты этого заслуживаешь, ты все еще будешь продуктивным. И, боже, посмотри, как ты чудесно потрудился над этим домом. Владельцы в восторге, и результат твоей работы действительно выглядит отлично. Кстати, даже если ты решишь выйти на пенсию, у тебя есть неплохие накопления, и вы с женой сможете на них прожить. «Наконец, и это, наверное, важнее всего, подумай о той радости, которую ты принес в жизнь людей, на которых работал все эти годы. На тебя ни разу не жаловались. Ты всегда хорошо работал по честной цене и никогда никого не обманывал. Это то, что действительно важно. Тебе есть чем гордиться». Я сказал Фрэнку, что его слова прозвучали справедливо, а потом уточнил, правда ли это, или он сказал так, чтобы поддержать меня. Фрэнк ответил, что это чистая правда. Тогда я спросил, «Если в отношении меня эти слова чистая правда, а я точно такой же, как ты, может быть, в отношении тебя они тоже чистая правда?» Он на секунду задумался, а потом ответил, «Наверное, в отношении меня они тоже правдивы. Вы правы». Я объяснил ему, что причина его депрессивного настроения крылась не в старении, а в том, что он думал о жизни негативно. Жесткие слова, которые он говорил самому себе, расстроили бы любого. Я спросил Фрэнка, готов ли он общаться с самим собой так, как говорил бы с близким другом, очень похожим на него. В этот момент у него в голове как будто зажглась лампочка, и Фрэнк воскликнул, «Так проблема просто в том, как я думаю, в моих негативных мыслях». Я ответил, «Да». Он сказал, «Ух ты, мне стало гораздо легче. Спасибо, док». Я объяснил ему, что техника, которой мы воспользовались, относится к когнитивной терапии, потому что с ее помощью мы учимся менять образ мыслей, то есть нашей когниции. А еще мы справились за пять минут, и ему не пришлось пить таблетки. Я обожаю, когда так происходит. Это одна из главных радостей в моей жизни. Поэтому я написал терапию настроения почти 40 лет назад. Я хочу, чтобы люди поняли следующее. Первое. Вы чувствуете так, как вы думаете. Другими словами, ваши негативные эмоции, такие как уныние и тревога, это итог ваших мыслей, а не жизненных обстоятельств. Второе. Негативные мысли, которые вас расстраивают, почти всегда запутанные и перевернутые с ног на голову. Они не отражают истинное положение вещей. Третье. Если вы измените образ мыслей, то сможете изменить свое самочувствие. И вот что действительно важно. Перемены могут произойти очень быстро, даже если вы чувствуете тяжелую подавленность и тревогу. Несколько дней назад мне пришло потрясающее письмо от моего уважаемого коллеги доктора Роберта Шахтера. Я хочу поделиться переживанием, которое растрогало меня до слез. Женщина из Небраски, ее дочери, моей пациентке из Нью-Йорка уже 20 лет, рассказала, что была под глубоким впечатлением от книги «Терапия настроения» еще тогда, когда ее дочь только появилась на свет. Женщина поведала историю, которая произошла, когда ее дочь ходила в детский сад. Воспитательницу ее дочки уволили. Женщина хорошо относилась к воспитательнице и очень переживала за нее, поэтому она пришла к ее дому и оставила на пороге книгу «Терапия настроения». Их пути разошлись, и когда через какое-то время они встретились, воспитательница сказала, «Я хочу вас поблагодарить. Знаете, что вы спасли мою жизнь. Мой отец покончил с собой, и в тот день, когда вы пришли, я собиралась последовать за ним. Эта книга спасла меня. Спасибо». И тогда мама моей пациентки сказала, «Благослови Бог доктора Бернса». Я получил десятки тысяч писем от людей с депрессией, которые прочли терапию настроения. Поначалу это было удивительно, ведь я никогда не считал, что эту книгу можно использовать для помощи самому себе. Я всего лишь делился своим восторгом от тогда еще нового, немедикаментозного способа лечения депрессии под названием «Когнитивно-поведенческая терапия, КПТ», первопроходцами которой стали доктора Альберт Эллис и Аарон Бек. Я и не думал, что сама эта книга будет иметь эффект антидепрессанта. Однако с тех пор эффект терапии настроения был подтвержден множеством опубликованных исследований. Например, доктор Форрес Скокин из Университета Алабамы считает, что даже просто дав книгу пациенту, который нуждается в лечении умеренной или тяжелой депрессии, можно на 65% повысить вероятность устойчивого облегчения его состояния в течение четырех недель без другого лечения. В дополнение к этому, повторные исследования через 2 и 3 года показали, что состояние таких пациентов продолжает улучшаться без психотерапии и антидепрессантов. Многие исследователи подтвердили, что эффект библиотерапии, лечения чтением от терапии настроения сравним с психотерапией или лечением антидепрессантами. Подобные выводы очень радуют, ведь купить книгу значительно дешевле, чем лечиться у психотерапевта или принимать лекарства. А еще у нее нет побочных эффектов. Но есть и другая сторона медали. Что с теми 35% пациентов, которые не вылечились и которым не стало легче после прочтения книги? Почему же их состояние не изменилось? Чем они отличаются от людей, которым стало легче за 4 недели? Я подумал, что если разобраться в этом, можно совершить еще один порыв. Проведя тысячи часов индивидуальных консультаций с пациентами, которые страдали от тяжелой депрессии и тревожности, опубликовав множество исследований о том, почему психотерапия помогает или нет, я нашел ответ. Поэтому и написал эту книгу. В отличие от терапии настроения, которая была посвящена когнитивной революции, эта книга посвящена революции мотивации. В ее основе простая идея. Иногда мы застреваем в депрессивном состоянии и тревоге из-за сложного отношения к излечению. Несмотря на то, что мы можем отчаянно жаждать перемен и освобождение от страданий, некие могущественные силы не дают нам двигаться дальше. Как бы странно это ни звучало, что-то внутри нас может бороться с желанными переменами, сопротивляться им. Именно это Фрейд давным-давно на заре психоанализа называл сопротивлением. И хотя большинство терапевтов с тех пор много говорили о сопротивлении, мало кто объяснял, почему мы сопротивляемся переменам и как с этим разобраться. И здесь незаменима помощь этой книги. Благодаря новому подходу в КПТ под названием ТИМ вы можете побороть сопротивление и быстро излечиться. Подход ТИМ развился из моего клинического опыта и исследования реального эффекта психотерапии. Он содержит в себе лучшие элементы КПТ, которые я писал в первой книге, но работает гораздо быстрее. Вот что означает название ТИМ. ТИ. Проверка. От английского «тестинг». Мы с коллегами проверяем симптомы наших пациентов в начале и конце каждой встречи, чтобы выяснить, улучшилось или нет их состояние. И. Сочувствие. От английского «эмботи». В начале каждой консультации мы слушаем пациента и пытаемся выстроить с ним теплые доверительные отношения, не пытаясь при этом спасти его. А. Оценка сопротивления. От английского «assessment of resistance». Сноска. Ранее я называл этот этап «подготовка плана» от английского «agenda setting», но позднее изменил на название «оценка сопротивления», поскольку оно более точно отражает данный этап работы, избавление от подсознательных усилий пациента по сопротивлению изменениям. Мы стараемся помочь каждому пациенту превратить сопротивление в осознанность и снизить его перед тем, как приступать к лечению. Когда сопротивление исчезает, пациент обычно уже сильно мотивирован. Это позволяет нам вместе добиваться прекрасных результатов. М. Методы. От английского «methods». Мы показываем пациенту, как быстро превратить депрессивные переживания и тревогу в радость. Пока вы будете слушать эту аудиокнигу, мы с вами будем выступать в роли мощной команды, от английского «team», команда, которая разрушает негативные мысли-триггеры, например, «я недостаточно хорош» или «я испорченный». Работая вместе, мы станем великой силой, которая способна быстро свернуть горы боли. Вот как это работает. В первом разделе книги я покажу вам, как изменить чувство и образ мышления с помощью новейших техник, включая те, что помогают уйти от сопротивления. Во втором разделе я расскажу о самых эффективных способах избавления от негативных мыслей, которые могут приводить к депрессивным переживаниям, тревоге и злости. В третьем разделе я покажу вам, как перебороть убеждения о том, что вы как личность недостаточно хороши или недостойны, и расскажу о четырех великих смертях эго, которые соответствуют излучению от депрессии, тревожности, проблем в отношениях, а также от дурных привычек и зависимостей. Мы все знаем, что никто не может быть счастлив круглые сутки. На дороге жизни каждого из нас подстерегают ухавы. Поэтому в четвертом разделе книги я покажу вам, как быстро справляться с такими ситуациями и не терять хорошего настроения после того, как вы вылечились. Наконец, в четвертом и пятом разделе доктор Марк Нобл, мой коллега, потрясающий специалист, покажет вам, как вы можете с помощью ТИМ переориентировать свой мозг и расскажет, почему это гораздо эффективнее, чем антидепрессанты или традиционная разговорная терапия. А еще я расскажу о новых интересных исследованиях депрессии и тревожности и предоставлю вам множество дополнительных бесплатных ресурсов. ТИМ-терапия не только может привести к невероятно быстрому излечению от депрессивных и тревожных состояний, но и включает в себя перемены, которые выходят за рамки простого выздоровления. Многие пациенты испытывают чувство глубокой радости, которое могут описать лишь как духовную трансформацию, ту, что включает в себя умопомрачительные перемены во взгляде на жизнь и которую я считаю ключом к душевному здоровью. Я искренне убежден в том, что ТИМ-КПТ представляет собой величайший прорыв в лечении за последние почти 50 лет с момента появления когнитивно-поведенческой терапии. И поэтому я так рад поделиться с вами этой книгой. Раздел 1. Как превратить депрессивные переживания и тревогу в радость? Глава 1. Как вы себя чувствуете? Эта книга помогает менять самочувствие, поэтому сначала давайте определим, как вы чувствуете себя сейчас. Отметьте подходящие пункты, затем почитайте и запишите общее количество баллов для каждого состояния, депрессивного и тревожного, в соответствующих ячейках. Это же задание я попрошу вас пройти ближе к концу книги. Так, сравнив баллы, вы сможете увидеть, насколько изменилось ваше состояние. Данную и последующие таблицы вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Смотрите таблицу «Часть 1. Настроение». Насколько достоверны эти шкалы? Или это просто популярная психология? Конечно, Американская ассоциация психиатров утверждает, что только специалисты в области ментального здоровья имеют право ставить психиатрический диагноз. И это логично, поскольку критерии официального диагностического руководства DSM-5 чрезвычайно сложны и запутаны. Сноска. DSM-5. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам 5-го издания с 2013 года, использующаяся в США номенклатура психических расстройств, разрабатывается и публикуется Американской психиатрической ассоциацией. Я же предпочитаю более простой подход. С точки зрения того, что действительно важно, то есть вашего самочувствия, шкалы вроде тех, которые вы только заполнили, являются едва ли не лучшими в мире. Статистический анализ показывает, что их точность равняется приблизительно 95%. Чтобы узнать, что означают рассчитанные вами баллы, воспользуйтесь ключом. Смотрите ключ к шкалам депрессии и тревожности. А если настроение меняется? Периодически это будет происходить. Тревожность больше подвержена скачкам, чем депрессивное состояние. Например, если вы застенчивы, то ваш уровень тревоги будет значительно повышаться при взаимодействии с людьми на каком-нибудь мероприятии или выступлении с докладом на работе. Если у вас есть какая-либо фобия, например, вы боитесь высоты, полетов, пауков, лифтов или бурь, ваша тревога будет усиливаться, когда вы будете сталкиваться со своими страхами. Для отслеживания изменений своего состояния можете пользоваться этими шкалами так часто, как хотите. На мой взгляд, это отличный способ заметить изменения во время чтения книги. Теперь, когда мы выяснили, в каком вы состоянии, давайте посмотрим на ваше отношение с другими людьми. Отметьте, как вы себя чувствуете сейчас, воспользовавшись шкалами злости и удовлетворенности отношениями. Не забывайте подсчитывать баллы по каждой шкале и записывать в ячейку снизу. Ваши чувства по отношению к другим людям тоже могут меняться, так что пользуйтесь шкалами так часто, как захотите, но обязательно думайте об одном и том же человеке, когда заполняете их. Иначе ваши баллы будут уменьшаться или увеличиваться просто потому, что вы думаете о разных людях. Последнее напутствие. Помните, вы можете злиться не только на кого-то из знакомых. Например, объектом злости можете стать вы сами, какое-то раздражающее событие и даже незнакомый человек. Смотрите таблицу «Часть 2. Ваши отношения». У вас получились высокие баллы по шкале злости и низкие по шкале удовлетворенности отношениями? Добро пожаловать в клуб. Периодически мы действительно злимся на других людей. Я знаю это по себе. Если хотите добавить в свои отношения больше любви и сделать их более удовлетворительными, внимательно слушайте дальше. В этой книге я поделюсь с вами новыми потрясающими приемами, которые помогут вам. Однако помните, что вы вовсе не обязаны ладить со всеми. Мы разобрались с вашим самочувствием и отношениями. Как насчет привычек и зависимостей? Есть ли они у вас? Слишком много курите, выпиваете или переедаете? Может быть, вы зависимы от интернет-шоппинга, видеоигр, мобильного телефона или фильмов для взрослых? Как насчет зависимости от прокрастинации? Чтобы разобраться с этим, заполните шкалу искушений ниже. Как видите, вопросы в ней относятся к тому, чего вам хотелось на прошлой неделе. Шкала составлена под такие привычки, как употребление алкоголя, но вы можете приспособить ее для оценки своих зависимостей, будь то еда, фильмы для взрослых или любые другие.